Всем привет! Продолжаем наше занятие. Давай, Саша, опять гимнастика. Окушай. Зубки, зубки, зубки. Показывай. Напрягай тут. Вот. Шарик. Часики. Качели. Мечик. Ковшик. Маляр. Ротик шире. Болтушка. Делай, делай. Хорошо. Ротик открытый. Пошире. Шире ротик. Язык вверх подняла. Вот. И делай теперь динь-динь. Угу. Давай теперь дри-дри-дри-дри-дри-дри. Хорошо, хорошо. Делай еще. Вот-вот-вот. Мягенький-мягенький звук. Да-да-да. Дри-дри-дри. Звончай. Дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри. Умница. Хорошо, хорошо, хорошо. Привыкай. Чтобы язычок привыкал делать это так, чтобы ему было легко. Да? Теперь же нам не просто так. Ты же уже научилась говорить звук. Надо теперь так, чтобы тебе было его легко говорить. Чтобы ты это делала без напряжения. Правильно, Саша? Чтобы ты всегда уже говорила так. Правильно? Так. Теперь смотри. Вот опять наш этот лист. Кто это? Страус. Страус. Да. Со страусом мы разобрались. Грибочек у нас здесь пока что три. Давай-ка мы еще один грибочек обводим. Грибочек хочу. Нет. Давай, обводи это сначала просто. И говори. Гриб, 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 гриб. 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 Хорошо. Давай-ка мы знаешь, какой сделаем гриб? Рыжик. Как думаешь? Рыжик. Почему наслали его рыжиком? Потому что он рыжий. Рыжий. Значит, какого цвета он должен быть? Оранжевый. Обычно рыжий. Говорят, рыжий цвет. Это значит оранжевый. Это то же самое. Про лесу говорят рыжие. Про людей можно сказать рыжие. Потому что волосы. Волосы, волосы. Да. Про волосы, про шерсть обычно говорят вот так вот. Рыжий. И гриб тоже назвали рыжиком. Потому что он рыжий, оранжевый. А ножку? И ножка тоже рыжая. Нет, тоже рыженькая. Тоже? Он весь рыженький. Да, да, да. Хотя, конечно, формы здесь у нас все грибочки одинаковые. Но это мы так, условно. А как думаешь, рыжики есть можно? Конечно. Съедобные они? Да. Их всегда едят. Они вообще вкуснятины. Давай, называй как? Рыжики. Рыжик, да. А еще давай знаешь, какой сделаем гриб? Этот у нас был подберезовик, подосиновик, мухомор, рыжик. А еще сделаем вот такой вот съедобный тоже гриб. Знаешь, как называется? Сыроежка. 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 Сырой гриб этот надо есть. Сырым. Так, так, так. То есть его, да, его можно есть практически сырым. Да. Его прям чуть-чуть можно варить. Остальные грибы их нужно варить долго, хорошенечко, чтобы не отравиться, чтобы не было плохо, чтобы живот не болел. А этот гриб, да, он очень потому что нежненький, мягенький. Я съела такой. Да? Да. Хорошо. А как же выглядит сыроежка? Сыроежка, ну, не красиво. Сыроежка, давай правильно говори. Сыроежка. Не са. Сыроежка. Сырая же. Сыроежка поэтому, да. Коричневая? Коричневая. Ну, там, разве что, не помню. Шляпка. Шляпка, да. Ножки у них белые. Внизу под шляпкой они тоже беленькие. А сама шляпка может быть разных цветов, кстати. Бывают и красные сыроежки, и даже фиолетовые бывают, такой фиолетового цвета. Бывают и коричневые. Красные бывают, поэтому выбирай сама к этому цвету. Фиолетовый. Давай фиолетовый. А здесь у нас фиолетовый, вот есть синий. А синий бывает? Ну, вот темно-синий, вот он практически фиолетовый. Можно таким сделать. сыроежка. 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 А ты не помнишь в каком-то фильме, сказке, кого-то мальчика звали Сыроежкин? Не помнишь? В каком? Про робота. Сережа Сыроежкин там был. Не помнишь? Электроник. Помнишь такой фильм? Там два мальчика были одинаковых, один из них робот. Ты уже забыла его. Да? Вот у него была там фамилия Сыроежкин. Скажи. Сыроежкин. А звали как его? Нет. Сережа Сергей. Сережа? А давай Сережа скажи. Сережа. Сережа, да. Вот у тебя уже лучше получается мягкий звук, да? А то было Сережа раньше, да? Вот так вот было. Не то. Сережа? Не Сережа. Сережа, да? Сережа. Да, более нежно произносим. Сережа еще. Сережа. Умница. Так, вон уже у нас сколько? Пять грибов. Можем поляночку сделать? Да, посчитай, сколько грибов ты раскрасила. Пять. Считай. Один. 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 Два гриба. Три. Два гриба. Три гриба. Четыре гриба. Пять грибов. Вот. Шестов. А это мы в следующий раз еще раскрасим. У нас еще здесь будет время про грибы. И еще с тобой поговорить получится. Давай теперь так же. Давай, да, раскрасим мороженое и варенье. И сороканожки. И будем говорить, кто это. А сороканожка в каком-то? Ну, черненькое. Ну, можно простым карандашом раскрашивать. Сороканожка, 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 сороканож Уже разные бывают? Да. Этот стаканчик значит коричневый. Вот фиолетовый день нашла. А коричневый, рыжий? Стаканчик можно не коричневый сделать, а желтый. Он такой же. А ведь желтый уже есть. Это мороженое, стаканчик ты же говоришь? Да. И давай говори мороженое, мороженое. Мороженое, 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 мороженое. 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 Ой, а сейчас кое-что я еще делаю. Мороженое, 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 мороженое. Мороженое, мороженое. И варенье осталось тебе еще. Давай, каким цветом? Клубничное, если значит какое? Значит, красное. Розовое такое, красное такое. Вот так, Саш. Наоборот. На, держи. Варенье. 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 Саш, или маленький? Варенье. 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 Вот оно написано. Читай слово. И на Е внимание обращай. Варенье. 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 Рандашом можно рисовать и будем подписывать, кого как зовут. Вот слушай, не просто так. Маргарита с красной розой в волосах и с сережками. Понял. Вот она, да? Как ее зовут? Маргарита. Вот. А что, ты там будешь писать? Ну а зачем так? Ты просто бы написала внизу и все. Не надо квадратики рисовать, просто подписывай. Мар-Га-Ри-Т. Ри. И не написала. Та. А. Маргарита. Еще раз слово. Маргарита. Да. А если ее сказать ласково, то как обычно зовут Маргарит? Маргарита. Рита. Да. Можно же ее называть просто Рита? Ну, можно. Можно. Кстати, стишок давай скажем про Маргариту. Собирала Маргарита. Собирала Маргарита. Маргаритки на горе. Маргаритки на горе. Хорошо. Вот. Какая Маргарита-то? Что у нее? Как ты поняла, что это она? Что у нее? У нее грозочка как-то. Что у нее? Грозочка. Роза. Роза. Еще раз. Роза. Роза. Не роза, Саша. Роза. Вот. И? И сережки. Точно. Теперь следующий. Роман в красной кепке. Кто Роман? Роман. Пиши. Роман. Да? Он же Рома. Ро-м. А-м. Ну, у меня ребенок писать умеет уже, и нужно ей уже писать почаще, поэтому она подписывает сама. Если ребенок помладше, еще не умеет это делать, то можно и не подписывать именно. Так. Какой Роман-то? Что у него? Красная кепка. А ласково как про Романа говорят обычно? Рома. Рома. Да, мама его зовет. Рома. Роза. Рыжая. Роза рыжая. Так. Вот это. Ну, рыжая. А, вот. Вот. Пиши. Роза. Ну, не надо такие делать, эти штуки-то. Просто пиши внизу, и все. Ром. Диктуй себе. Ой-ой-ой-ой-ой. В другую сторону. Роза. Саша, в другую сторону. Не надо так исправлять. Вот. Села, стерла, и пишешь правильно. Роза. Какая роза? Роза. Какая она? Рыжая. Рыжая. Рыжая с рыжими волосами. И еще можно что сказать? Фиолетовым бантиком. А мы скажем сиреневым. Сиреневым бантиком. Хорошо. Следующий. А вот кто будет? Александра. Она русая, кудрявая и с бантом в горошек. Кто здесь русая и кудрявая? Вот это? Русые волосы. Это какие? Вот это вот. Саша, русые волосы это какие такие? Не знаю. Ну вот это вот такие, да? Такие они. Серенькие как бы. Да. И кудрявые. И кудрявые. Да, русые. Мы все русые почти. Многие люди, да? Так, кто это тогда получается? Саша. Александра. Давай пиши. Саша это... Я тебя так зову, да? А полное имя Александра. Ну, Саша. Олег Са Н Д Ра. Ра. Скажи еще раз, как зовут? Александра. Это я. Д Ра. А. Аликстра. Аликсан-дра. Аликсан-дра. Какая Александра? Какая Александра? Может, ее тебе. Давай. Кудрявые с бантиком в горошек. С бантиком в горошек, да. Может быть, это и ты похожа, да? Дальше. Прохор. Я это меня так зовут. Слушай. Прохор с красной бабочкой и прямыми волосами. А это же и девочка, а не мальчик. А почему? А что, у мальчика не могут быть длинные волосы такие? Розы. Бывают тоже и такие стрижки у мальчиков. И совсем бывают с длинными волосами мальчики. Это Прохор. Давай. Прохор. Прохор. Еще раз. Прохор. Вот так. Какой он? Прохор. Какой он? Ну, с красным бантиком. С красной... Как это назвать? Не бантик даже, можно сказать. Что это? Как называют такое? Бабочка. Бабочка. Да, это бабочка с красной бабочкой. И какими волосами? Длинными. Длинными, а еще какими? Кудрявыми? Прямыми, да? Скажи. Прямыми. Прямыми волосами. Даша, следующий. Александр. Брюнет. Как это так? А знаешь, какие волосы у него? Брюнет. Это значит с темными волосами. Темные у него волосы, черные. Вот этот? Ну, наверное, он. Александр. Александра уже была, теперь Александр. А-ле-к. А-др. Д-р. Мустилась. Скажи еще раз, как зовут? Александр. Какой он? Черный. С черными волосами. Как это называется еще? Как я сказала? Брю? Брюнет. Брю новый. Нет, брюнет так называют. Девочка, если то брюнетка или женщина, допустим. А если мальчик, мужчина, брюнет. Темные волосы, темные, темные, прям черные. Так называется. Ирина, брюнетка с розовыми бантиками и в розовых очках. Я так и знала, что это она. Как зовут ее? Ирина. 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 Ирина, да. Что у нее? Какая она? Черненькая. Черненькая брюнетка, да? Брюнетка с розовыми бантиками и с розовыми очками. Ну уж розовыми бантиками-то. С розовыми бантиками. Давай еще раз. С розовыми бантиками и с розовыми очками. Давай, не с розовыми, а не так вот. Давай, с розовыми очками. Ты можешь уже говорить. Розовыми очками. Так, Ирина. Кстати, про Иринку тоже давай расскажем. Вот такой стишок. Посмотрите на Иринку. Посмотрите на Иринку. 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 Есть Иринка мандаринку. Есть Иринка мандаринку. Съест Иринка мандаринку. Съест Иринка мандаринку. Бросит корочки в корзинку. Бросит корочки в корзинку. Дальше у нас ещё остались. Григорий в Красной Панаме. Гри. Диктуй себя. Гри. Го. Три. Й. И краткое. Е. Я вот хотела. И ты хотела Е написать. Ну, что у тебя Е-то? И написал правильно, а я краткую в обратную сторону. Давай еще раз. Вторая попытка. Как зовут его еще раз? Григорий. Да, здесь два раза РИ у нас получается. Какой он Григорий? Красной панамки. В красной панамке. Хорошо. И остался у нас еще Руслан в коричневой кепке. Давай. Ну, он уже один остался. Да, давай. Руслан. Ла. Чучело. Ла. Какой он? В чем? Коричневый. Коричневый? Коричневый кепке. Давай еще раз, Саша. Лица тогда мы нарисуем потом еще. В следующий раз. Еще мы про них поговорим немножко. Сейчас просто перечисли еще раз все имена детей. А что это ушки? Нет, это уши. Давай. Перечисляй имена. Роман, Роза, Александр, Маргарита, Александра, Прохор, Прохор, Ирина, Ирина, Руслан. Роман, Григорий. Молодец, хорошо. Саша, давай еще скажем вот эти вот все слова. Здесь у нас везде будут ременькие. Так что нежненько, нежненько опять превращаясь в фею. Нежно, ласково все слова. Черешни, черешни, абрикосы, веревка, перец, гриба, сирень, дерево, ящерица, крючок, 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 тигрята, грибы. Огурец. Брюки. Лови меня. Брюки. Не знаю. Бритва. Бритва. Дверь. Дверь. Зарядка. Зарядка. Скворечник. Скворечник. Скворец. Скворец. Погремушка. Погремушка. Моряк. Моряк. Дуб. Какой береза. Скрипка. Скрипка. Букварь. Букварь. Страус. Какой страус? Ну ты сказала ловить тебя, а уж так уж и быть ловлю. Кто? Курица. Курица. И? Курица. Берет. Берет. Вот так все сказали, хорошо. Мы еще будем эти слова много раз говорить. А теперь вот здесь вот поговорим. Вот по этим картиночкам. Кто это вообще, Саша? Здесь они, наверное, все-таки не по порядку стоят, эти картинки. И, наверное, они все имеют отношение к кому? К лягушке. Все, наверное, про одного и того же. Да, про кого? Про лягушку. Так. И что-то здесь, какая, получается, первая картинка должна быть? Первая должна быть игра. Так, почему икра? Причем здесь икра и лягушка? Потому что из-за крыла вылупляется лягушка. Ну, не совсем. Так, сначала лягушка, вот она была икринкой. Икринкой, да. А что это такое икринка? Это получается, как маленькое яичко. Да. Да? Так же, как и птицы-то. Они же тоже вылупляются из яиц. А это тоже маленькое яичко. Ну, только оно, конечно же, не как в скорлупе, как в куриное яйцо. Она уже мягкая. Она мягкая, да. Ну, смысл тот же самый. Так. И где же она была сначала? Она, где икра валялась? На песке. Икра. А в воде. В воде, конечно. И на песке икра не бывает. В воде плавала. Так, вот. И это была икриночка. А что дальше с ней случилось? Сразу лягушка появилась из нее? Нет. Дальше был такой вот лягушонок. Еще непонятно. А это лягушина. Кто это? Не помнишь. Как называется? Не лягушонок еще. Какой-то червячок. Что это такое за червяк? Ну, червяк. Червяк. Поэтому он головастик. Головастик. Так. Потом по лягушке. Он тоже, он сразу на песок побежал? Нет. Потом у него появляются ручки. И потом уже он в лягушку превращается. Так. Потом вот как раз головастик плавал, плавал, плавал. И у него появились, ну, не ручки, как мы их назовем, лапки. Да, лапки. Сколько? Две. А, четыре. Четыре, конечно. Задние и передние, да? Четыре. Лапки у него вырастают. А хвост остается? Хвост нет. Куда одевается? В тело. Да, у лягушек нет хвоста? Нет. Нет. И появился кто тогда из головастика получился? Лягушонок. Лягушонок. Вот он еще маленький. И он в воде тоже живет? Ну, нет уже. А где? Наверное. На суше пока что. Уже. А где большая лягушка? Большая лягушка вот. Вот уже большая лягушка уже выросла. Так, но и все-таки, наверное, уже вот, если и клинка, и головастика, они обязательно в воде должны жить, то лягушки, они могут жить, и маленькие, и большие, они могут жить уже и где? На суше. На суше. Они могут жить и в воде, и на суше, и там, и там. Вот рыбы, например, они могут на суше жить? Ниа. Дышать некуда. Не могут, да, никак они. Да, они только в воде. А если, например, кошки, они могут жить в воде? Они вообще не любят воду. Они, конечно же, могут проплыть немножко, но им, во-первых, это даже не нравится. А во-вторых, они дышать под водой смогут? Не смогут, конечно. Им обязательно нужно дышать воздухом. Просто так вот на суше, да. А вот лягушки, они могут и там, и там жить. Вот они какие удивительные-то, да? Они могут и под водой, и на суше, на берегу. Ну, конечно же, они долго на суше тоже не смогут жить, потому что они засохнут, им нужно все-таки влажная, чтобы была кожа. Ну, вот они такие. Давай еще раз повторим. Как называются вот эти вот этапы? Сначала икоринка, потом головастик, потом головастик с ручками и ножками, лапками. А потом лягушонок, потом настоящий большой лягуш. Лягушка. Лягушка. Лягушка, большая уже лягушка, точно. А вот здесь вот рыбки. Давай, кстати, найдем всех рыбок, которые плывут вправо, и всех рыбок, которые плывут влево. Давай, считай. Сначала вправо те, которые плывут. И говори. Одна рыбка, две рыбки. И так далее. Одна рыбка, две рыбки, три рыбки, четыре рыбки, пять рыбок. Ты сейчас каких считала? Вот этих. Которые вправо плывут или влево? Я чуть не поняла. Я даже и не поняла. Давай еще раз. Внимательнее. Сначала считай только те, которые плывут вправо. Вправо это куда? Покажи вправо. Вот сюда. Вот в ту сторону. Это вправо. Давай. Одна рыбка, две рыбки, три рыбки. Так, вот три рыбки будут вправо. А теперь влево. Раз. Одна. Давай дальше. Одна рыбка, две рыбки, три рыбки, четыре рыбок. Четыре рыбок. Давай внимательнее. Одна рыбка, две рыбки, три рыбки. Четыре рыбки. Четыре рыбки. Четыре рыбки. Пять рыбок. Пять рыбок. Что делать? Влево. 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 Влево это куда? Вот сюда. Да, да. Кстати, что касается право-лево, это тоже постоянно надо об этом говорить. Для того, чтобы ребенок запомнил сами эти позиции, куда это, в какую сторону. Не просто правая рука, левая рука знаю, а все остальное нет. Тоже так же. Вот запомнили правая рука, левая рука. Чисто номинально. Много-много-много раз об этом говорим. Прям вот их сами руки поднимаем. Не просто так вот показали. Все равно можно опираться на кинестетические ощущения. Все равно вот когда именно вы ее подняли, пощупали, тогда лучше запомниться, что вот она правая. А вот она левая. Часто-часто об этом прям. Так же правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. И так же потом направление. Если показать удобнее правой рукой, в ту сторону, вот так вот неудобно. Вот так удобно. Значит, это направо. Если этой рукой левой рукой удобнее показать, значит налево, влево. Тоже постоянно об этом говорим. Куда повернули? Вот мы идем, идем, идем куда-то. Давай, повернем направо, поворачиваем направо. Куда? Пусть ребенок вам отвечает на эти вопросы, пусть ведет вас. Вот так. Все, молодец, Саша. На, держи. Следующий кусочек. Вот этот пусть будет у нас. Да, подожди. Внимательнее смотри, куда его. Ты посмотри на кусочек носа. Зачем ты его перевернула? А что, должно вот это? По-моему, у тебя правильно уже было. А, вот. Ага. Ну, вот. А ты как думала? Может быть, я теперь здесь тебе не так все просто сделаю? Потому что здесь уже не так много осталось? Да, уже почти. Уже здесь осталось совсем чуть-чуть. Постепенно делаем буквку. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok